Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать с вами мужское пальто. Это одна из достаточно базовых и незаменимых вещей в мужском гардеробе. Давайте приступим. Пальто у нас будет симметричное, в связи с этим проблем возникнуть не должно. Мы сможем с вами нарисовать одну половинку и, соответственно, нарисовать вторую. Я буду рисовать на шаблоне мужском. Его можно скачать по ссылочке под этим видео. Я прилагаю, пожалуйста, можете посмотреть. У нас есть также другие мужские шаблоны. Тоже можете на это обратить внимание. Итак, слой с шаблоном я блокирую, создаю новый слой, выбираю инструмент перо. Давайте я вытащу сюда перышки, потому что там с ними удобно будет работать. Толщина линии единичка, не пунктирная. Подстраиваю. Пальто у меня будет до колена, не в пол. Соответственно, вот эта часть мне и нужна. Я ее буду приближать для того, чтобы было хорошо видно. Начинаю рисовать с линии под бортом. И здесь самое главное правильно нарисовать линию, чтобы она была у нас с вами правильной формы. После чего уже все остальное будет намного проще. Так, поскольку есть линия центра, удобно рисовать линию полузануса. Вот у нас линия колена. И вспоминаем, что пальто это верхняя одежда. Соответственно, у нас и прилегание должно быть соответствующее. То есть, как минимум под пальто у нас с вами будут брюки, футболка, рубашка, что-то там будет одеть. Даже, возможно, пиджак, джемпер и так далее. Поэтому должна быть обязательно вот эта свобода. То есть, в противном случае человек просто в него не уместится. Нам нужно обязательно, чтобы была возможность внутрь поддеть. Часто есть плечевые накладки, поэтому вот это место мы тоже приподнимаем. То есть, оно не будет лежать прямо на плече. То есть, там может быть подплечико, либо подокадничек. В зависимости от фасона и от модели. Но пренебрегать этим нельзя. Соответственно, вот окат небольшой. Рукавчик тоже. Вот такого плана пальто, например, драповые, да, они бывают разные. Они бывают более объемные, как, не знаю, в общем-то, чехол от рояля ассоциация. То есть, оно такое прям стоит, да. А бывают более мягкого такого силуэта, более в облипочку прям. Это уже в зависимости от моды, в зависимости от того, вот в этот период, насколько это актуально. Я вот, например, смотрела турецкий сериал «Любовь на прокат», может быть, кто-то тоже видел. И меня очень-очень в этом сериале интересовало, как одеты герои. И вот главный герой, он достаточно такой крупный мужчина, судя по всему, высокий. Не смотрел, сколько рост у актера. И вся одежда в такую вот облипку, да. То есть, эта вот мода, она сейчас уже немножечко вышла. Сейчас более свободные силуэты. Но все равно, то есть, вот вся мода, и у него тоже было похожего плана пальто. И вот, в общем-то, вот достаточно сильный облипон, так скажем. Вот. Поэтому можно посмотреть, где будет большая свобода. То есть, в зависимости от моды, даже по странам. Я не знаю, насколько сейчас вот мода в Турции осталась столь приталенной, или все-таки она пошла тоже в большую объемность. Надо посмотреть, может быть, модных блогеров каких-нибудь. Но такой момент он тоже есть. Итальянцы, кстати, они вот тоже очень хорошо переносят прилегающий полуприлегающий крой. Их это не смущает. А вот у наших людей чаще все-таки мы встречаем более свободный крой. Хотя носят и в облипку. Поэтому иногда это мода, иногда это страновой фактор. Нужно обязательно смотреть. Вот в Китае то, что айдолы они называются, если я правильно их называю. У них сейчас тоже более такой, правильнее сказать, облипающий стиль будет. Но вот как бы надо смотреть, для кого мы рисуем. Я рисую более классический вариант пальто, который более универсальный. И потом, в принципе, вот те 100 эскизов, которые я вам показываю, их можно будет модернизировать. То есть, если у вас уже есть эскиз данного пальто, то если вы хотите как-то его модернизировать, вы можете его взять, расширить плечи и получить вообще такой саркофаг откровенный. Можете его сделать более в облипку. Это уже в зависимости от того, что вам нужно. И какой запрос, какая мода, и что вам нужно получить. Всегда вот этот момент тоже нужно учитывать. И, кстати, даже имея какую-то определенную моду на что-то, иногда бренд, с которым вы можете сотрудничать, будет делать что-то другое по своему усмотрению. Это нехорошо и неплохо. Просто бывает так, что бренд имеет определенную стилистику. И не будет прям так вот стопроцентно попадать в модные тенденции, а будет делать то, что он считает нужным, и то, что больше от него ждут его покупатели. Есть бренды, которые больше классические. Я думаю, что вы знаете, есть бренды, которые предоставляют более такую классическую, классически офисную одежду мужскую. И, приходя в них, вы не ожидаете там увидеть что-то такое сверхъестественное. То есть вы будете ожидать, что вам подберут классические силуэты. Приходя там, например, в Зару, вы будете смотреть, что, ну, скорее всего, будет какая-то модная штучка. Вот, это совершенно нормально. Можно просто понимать, что каждый бренд имеет свою айдентику, имеет своего покупателя, свою целевую аудиторию и, ну, соответственно, тот тип вещей, которые он будет производить. Так, линия раскепа. Так. Вот, это лацканы. Кстати, вот почему я рисую воротник раздельно? Потому что мы, например, можем вот эту часть воротника, иногда делают ее замшевой или кожаной. Но замша плохо, она засаливается немножко у шею, а вот иногда внутреннюю часть воротника, то есть кто-то поднимает, а там внутренняя такая стойка, и на этой стойке, соответственно, там будет замшечка. Тоже очень симпатично смотрится. То есть вариантов очень много разных. И вот, кстати, с пальто, там еще внутренняя подкладка обычно прорисовывается. Показывается, а что же там такое? В мужской одежде внутренние карманы – это наше все, потому что у мужчин там обычно лежит паспорт, карточки, ключи, водительские права, еще там что-нибудь. Те, кто в офисе, там какие-нибудь ручки и так далее. То есть это вот все там, и нужно учитывать, что они, как правило, это все убирают во внутренние карманы, и там все это должно помещаться. И у нас даже были истории, когда, правда, пиджаки делали, вот борьба была за эти карманы, да, как они будут отделаны, чем они будут отделаны там. Например, дизайнер хочет, чтобы там был тонкий пайпинг из замши, и внутри там два цвета подкладки, кармашек на пуговке. А продукт-менеджер, который занимается уторгованием цены, он как бы начинает, наоборот, это все упрощать, потому что иначе цена изделия, конечно, получается очень дорогая. Мы просто такой не продадим. И все время вот этот вот баланс идет, потому что хочется сделать и красиво, но при этом, чтобы мы влезали в какой-то определенный бюджет. Вот это когда мы говорим о каких-то кутюрных вещах, то там ручная вышивка, это все нормально, нам это все подходит. А когда мы говорим о более простой одежде, ну, что-то масс-маркет, да, что-то, может быть, middle-сегмент или high-middle-сегмент, там цена, конечно же, учитывается. И каждая вот эта операция, каждый этот стежок, это будет стоить денег, и нужно понимать, как бы, от чего мы можем отказаться, от чего мы не можем отказаться, что нам нужно, что нам не нужно. Это вот всегда там сделать стежка, имитацию стежка там ручного, да, вот по краю воротника. Это тоже очень часто важно бывает, но это стоит больших денег. И тогда просто снимая элементарно вот эту вот отстрочку по краю воротника, вы получаете серьезное удешевление в цене. Иногда это прям, ну, ощутимо, там, на 10% цена проседает. То есть, казалось бы, такая ерунда, но именно вот эти вещи, они делают у нас вещь подороже. Так, мне единственное, что не нравится, вот эта приталенность сейчас. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот, оно такое более прямое, и я бы увеличила лацканы. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два. На лацканы мода тоже у нас меняется. В какое-то время лацканы обужаются, в какое-то время лацканы расширяются. Я вот помню, мы когда работали с мужскими рубашками, было такое время, было, когда были модно двойные воротники, высокие, стойкие, на трех пуговицах, и вот это все как бы прекрасно заходило. А потом она начала, конечно же, эта мода понемножку спадать. Но, то есть, это тоже надо понимать, это отчасти такая модная история, и вот нужно ей следовать. Потом стали достаточно простые варианты. Вот именно сам воротничок, его размер, иногда он прям в размер стойки, иногда он увеличивается, иногда такие прям как ушки с пенели, если это можно назвать, да. Ну, в общем, оно все тоже вот постоянно куда-то меняется. А вот мужское пальто у нас, вот, более прямой такой силуэт сделали. Лишения у нас не будет. Что я еще добавляю? Вот я уже собрала. Мне нужно добавить пуговки. И пуговица у меня будет кругленькая. Так, оп. Ну, что такое? Номер, конечно. Так, что-то я заблокировала куда-то. Сейчас посмотрим. Вот так маленький. Раз. Два. И три. Все, shift, alt. Это я копирую. Я уже очень много раз говорила и рассказывала. Вот если хотите прям безумно подробно, как рисовать эскизы, вот посмотрите первый десяток эскизов, которые в этом челлендже. Я там прям каждое действие озвучивала. Здесь я все-таки показываю, как я рисую, да, больше это как загляни за спину дизайнера и посмотри, как это происходит, да. А там вот я очень подробно рассказывала. Здесь все-таки уделяю уже больше каким-то деталькам более-менее интересным. Ну, для того, чтобы показать, а как еще можно. То есть не просто то, что можно вот так. Так, размер. У пуговиц вот момент. Часто мы обводку саму, саму обводку пуговиц делаем меньше. Таким образом она не смотрится такой толстенной. Петля. Петля, петля, петля. Вот. То есть это вот пуговка. Желательно это все сгруппировать. Сейчас посмотрим относительно размера пальто, да. То есть на пальто бывают достаточно объемные пуговки, бывают умеренные пуговки, бывают маленькие пуговки. Ну, на мужской одежде, в принципе, совсем маленьких пуговок бывает редко. Встречается. Не буду говорить, что не встречается, но не так часто. А вот среднего размера пуговки это... Да, вот. А на пуговках, наверное, даже можно... Сейчас мы... Раз, два, три. Раз, два, три. Пуговицы тоже можно просто набросать на прямую линию, потом их соединить ровно по прямой, потом их распределить на правильное расстояние. Так, кстати, делают на рубашках. Когда у нас рубашка увеличивается в размере, то для того, чтобы количество пуговиц оставалось единым, например, она по длине там будет 50, а в размере там XXL она будет там 55. Потому что в связи с размером тоже и длина иногда увеличится, ну, на живот, условно говоря. И количество пуговиц остается единое. Просто их перераспределяют. Ну, то есть там должно быть 8 пуговиц, вот их распределяют на 50 и на 55. Ну, соответственно, они будут на разное расстояние располагаться. Нехорошо и неплохо. Это просто констатация факта. Ну, потому что если вы будете от низа отступать это расстояние, у вас там эти 5 сантиметров будет некрасиво. Поэтому их просто перераспределяют. Так, кармашек. Вот здесь будет у нас кармашек. Так. Сейчас мы немножечко вот так вот подровняем. Пальто, вот, как правило, относительно такое вот либо шерстяное пальто, либо что-то типа драпового пальто, они обычно без большого количества отстрочек. Ну, бывают модели с отстрочками, это совершенно нормально. Вот, ну, вот. И хочу два кармана. Так, это один карман. И сейчас мы нарисуем ему клапан. Карман с клапаном. Раз, два, три, четыре. Сейчас все поправлю по форме, по всему. Клапаны тоже разного размера бывают. Вот такой вот кармашек с клапаном. Это внешние карманы. Там еще, понятно, подкладка и все остальное. Это тоже нужно будет все прописывать в технологической документации. Рисовать спинку изделия, рисовать развертку, показывать, а что у нас внутри, а какая там подкладка, а какого цвета, а какие тут петельки, какие отстрочки, как там это все, где чего, какие швы. Все нужно показать. Вот у нас с вами сделалась основа. Сейчас покажу, как вот на такого плана модели рисовать тени. Потому что у многих вопросы. Давайте просто включим банальную логику. Рисовать буду сейчас красным контуром, чтобы было видно. Смотрите. Вот у нас воротник. Вот эта часть, очевидно, должна быть более темная, потому что она находится внутри, под воротником, это внутренняя часть. Вот ее мы с вами обозначаем. Вот видите контур. Со второй стороны будет такая же история. И она у нас с вами перейдет вот сюда. То есть на тот момент, как у нас идет вот эта линия запаха, одной половинки на другую, вот туда у нас тоже будет располагаться тень. То, что я сейчас рисую, это не значит, что она будет прям грубо темная. Она будет просто чуть-чуть затемняться и таким образом создавать вот этот правильный объем. Где еще у нас логически просто выходят тени? Ну, во-первых, вы можете с одной стороны или даже с двух подлацканами нарисовать тенюшечки. Очень такие тоненькие, они могут быть даже более прозрачные, чем те. Это будет создавать объем. То есть вы будете показывать, что? То, что лацкан у вас находится поверх. Вот можно только на одной половинке, то есть как будто бы свет немножечко сбоку светит. Далее под кармашком, вот здесь, тоже представляете, что у вас нависает, да? Эта вещь. И вот вы вот здесь вот так вот располагаете небольшую тенюшечку. То есть показываете, что объем, что эта часть сверху. Мне не нравится просто как линия попадает. Вот. Я рисую достаточно простыми грубыми линиями, но этого достаточно. Вот видите, просто специально красным рисую, чтобы было понятно. Далее. Если представить пальто как цилиндр, вот здесь у нас будет тоже тень. Вот она вот так вот будет идти по краешку просто. Достаточно простая. Смотрите, не делаю тут никаких переплетений, хитросплетений, мелочей и всего прочего. Вот у многих ошибка, начинают тени рисовать мелочевкой. Не надо, рисуйте крупными. Здесь по этой стороне будет такого же плана тень. Она просто по краю. Вот если вы посмотрите любую художественную книгу, как рисуют цилиндры, как правило, по краю будет идти вот такая вот тенюшка. Иногда там с одной стороны более темная, с другой светлая, там рефлект. Но мы рисуем более упрощенно в данном случае. По рукаву, по внутренней части рукава тоже упрощенная вот такая тень. Не пересекайте их между собой. И вот здесь тоже по рукаву мы можем... Внутри, как правило, будет тень, она будет более темная. Вот. Теперь смотрите, я сейчас это все выберу. Вот они мои тени. Видите, как они располагаются? Вот то, что у меня получилось. С одной стороны кажется, как бы, немножко грубовато. Специально нарисовала красным, чтобы вы это увидели. Теперь мы эти тени, ну, по классике жанра, делаем черными и делаем им непрозрачность. То есть они должны просто вот такой теневой эффект создавать. Вот эти две тени могут быть чуть более глубокими по цвету, потому что они максимально внутри и могут, ну, как бы, более глубоко обозначать. Вот эта тень, которая заласкана, видите, ее практически не видно. Она просто обозначает вот эту вот глубину. Все. То есть не надо как-то вот там супер что-то перерисовывать. Вот видите, под кармашками тени. Они очень мягкие. Они слегка обозначают объем. Более ничего не требуется. Можно тени слить в отдельную группу и уже после этого слить это все вместе, весь эскиз на один слой. Вам будет просто удобнее в дальнейшем при заливке. Вот у нас появился, соответственно, черно-белый эскиз, который мы проработали. Я его, видите, нарисовала, как бы, на фигуре. Сразу понятно, какой он длины, какого пролегания. Если конструктор будет смотреть, у него, как бы, вопросов этих особо не появится. Что теперь мы с вами сделаем? Мы с вами это пальто сделаем в цвете. Одну и вторую. Давайте две цвета модельки. Вот так будем располагать. Соответственно, мне нужно будет добавить. И у меня уже есть готовая заливочка. Сейчас я вам ее покажу, продемонстрирую. Вот прямоугольничек, который будет показывать, соответственно, заливочку. Вот такое пальто мы сделаем с вами. Выбираем наше с вами пальто. Оно у нас сгруппировано. Двойной клик выводит в состояние режима изоляции. Заливаем. Понимаем, что очень грубая заливка. И будем масштабировать заливку, ну, скажем, на 30. Возможно, она сразу не смасштабируется. Такое бывает. Поэтому мы еще раз выбираем. И уже еще раз масштабируем. Вот, она стала поменьше. Зачем я нарисовал этот прямоугольник и как это все будет смотреться? Сейчас я найду пуговицы. Они у меня потерялись. Это не очень здорово. Я хочу, чтобы... Спокойно. Чтобы пуговицы были, ну, понятное дело, на переднем плане. Вот. Монтаж на передний план. Пуговицы не обязательно должны быть в цвет заливки. А точнее, они не должны быть в цвет заливки. Скорее всего, они у меня какого-то другого цвета. Могут быть даже там однотонные. Вот я их обозначаю, что мои пуговицы, они однотонные. Вот эти части, например, тоже могут быть там сделаны какой-нибудь там замши, например, однотонный. Может быть сделано, может быть не сделано. И внутри, например, подкладка тоже может быть однотонной. Вот. Такой темный однотонный подкладка. Вот у нас собралось пальто. Смотрите, почему именно так. Потому что вот это я показала, как, ну, грубо говоря, при распечатке вы можете прям приложить кусочек ткани, из которой вы будете это делать. А это я уменьшила относительно пропорции эскиза для того, чтобы у нас его было лучше видно. Так. У меня там еще есть парочку примеров. Давайте мы еще раз делаем. Делаем дубликат. Заливаем примером, как это будет смотреться. Вот такая вот елочка. Двойной клик. Делаем раз. Делаем два. Сразу подтянулся и масштаб. Смотрим, насколько он удачно у нас появляется. Смотрите, то, что мы заливали серым, мы можем оставить серым. А можем выбрать отдельно вот эту часть, вот эту часть, одна пуговица, вторая, третья, четвертая, пятая. Синий хорошо, вот по моей практике, сочетается с темно-синим, а хорошо сочетается с коричневым. Странное сочетание, но оно очень классно обычно смотрится. Например, пуговицы могут быть коричневыми, могут быть синими. То есть вот такое пальто в елочку тоже может быть. Здесь мы видим ткань, а здесь мы видим с вами эскиз. И еще один вариант у меня заливочки есть. Сейчас давайте будем все это вместе смотреть. Еще раз подвигаю, чтобы было расстояние между эскизами. И вот обычно вот так вот выставляют на... по-разному называют. Могут быть художные советы, могут быть совещания, могут быть презентации. Показывают, рассказывают, часто крепят кусочки ткани. И вот такое серое пальто сделаем. Так, опа. Может быть даже мелковато, может быть нужно покрупнее, нужно смотреть пропорционально. Ну вот на мой взгляд на эскизе достаточно неплохо смотрится. Сейчас мы зальем вот таким серым. И вот на этом эскизе те наши тени, которые у нас с вами есть, вполне можно будет подтянуть в более большую глубину, чтобы они смотрелись более ярко. Не бойтесь этого. Оно будет лучше играть даже от того, что вы его подтянете. Сейчас. Двойной клик. Выберем нужные нам тени. А по сути я выберу все тени, кроме вот этих двух. И немножечко им подтяну. яркость. Вот. Видите, пальто стало более так отчетливо смотреться. Вот здесь у нас тени ушечка добавилась. Здесь, кстати, можно то же самое сделать, а здесь можно еще больше соответственно сделать теней. Вот когда мы работаем с вами с заливками, то тени нужно уже подбирать конкретно под заливку, потому что на каждой заливке тень будет смотреться по-разному. И это нужно учитывать, насколько она должна быть яркой. Одно дело, когда у нас с вами белое, другое дело, когда у нас с вами серое. Видите, я еще ярче сделала, а оно все равно как бы не так ярко смотрится, как могло бы. То есть, по сути, даже особо не видно этих теней. Можно их еще сделать ярче. То есть, вот опять режим изоляции, опять двойной клик, Ctrl-A, убираю две тени, которые на воротнике, которые я сделала более яркими, и здесь еще ярче делаю. И вот теперь их уже более-менее видно. Видите? Вот, то же самое можно сделать синим, потому что здесь не видно, и видите, даже серит. Вот когда начинает тень серить, ее лучше сделать все-таки синий. То есть, у нас в основе с вами синий, и вот ее сделать, она будет тогда синевить. Лучше или хуже, это уже можно самим оценить. Да, вот эту мы сделаем по одному. Теперь выбираем все, за исключением вот этого, и тоже делаем поярче. То есть, прям всеми поярче. Вот их стало лучше видно, они как бы, ну, даже, наверное, чересчур яркие. Сейчас немножечко их пригасим. Вот уже вы можете таким образом подобрать, чтобы тень была, чтобы она формировала внешний вид, но при этом не лезла на передний план. И здесь тоже сейчас мы с вами тени возьмем. Здесь у нас все хорошо, а вот эти тени чуть-чуть поярче нужно вытянуть. Вот их стало лучше видно. И таким образом у нас нарисовался с вами соответственно мужчина в пальто. И мы предложили варианты цветовые пальто, то есть, при одной абсолютно конструкции, ничего не меняя. Мы с вами сделали вариативность по тканям. Это стандартная такая классическая схема. Я думаю, что вы часто это видите в магазинах, вы приходите в одной и той же модель в разных цветомоделях. То есть, она по конструкции будет одинаковая. Возможно, у нее будет одинаковая подкладка, одинаковые пуговицы, одинаковая отделка, но будут разные ткани. Таким образом, а можно мне вот точно такой же, только с перламутровыми пуговицами. Вот это вот из этой серии, когда мы делаем ряд за счет разнообразных тканей. На этом все. Ну, естественно, вы можете понимать, что это делается. Можно залить однотонными. Я специально показала пальтовые ткани, вот примеры, да. И, соответственно, вот эта сама ткань, а это как я ее на эскизе немножечко уменьшила по размеру, потому что, ну, если ее увеличить, то, возможно, будет не так здорово, но обязательно здесь нету единой схемы. Вот мне когда просят, нет, ну, вы скажите, как сделать. Ну, к сожалению, к моему великому, ну, вот нету такого формата, что вот сделайте только так и никак иначе, иначе у вас не получится. Вот, например, вот этот вот эскиз, возможно, можно сделать чуть-чуть покрупнее. Может быть, он действительно заиграет лучше, но гарантии нету, то есть нужно смотреть на конкретную заливку, на конкретный эскиз и понимать, как он будет смотреться, потому что издалека мы смотрим одно, а я приближу и пойму, что, в принципе, вот такая структура вполне в порядке. Вот это основа, а это уже структура. На этом все. Если вам понравилось, ставьте лайк, пишите вопросы, комментарии, какие у вас появились. Не забывайте подписаться на мой канал, не забывайте подписаться на плейлист той эскизы ФВД, где каждый вторник я публикую эскизы, рассказываю, показываю. Сейчас у нас идет мужской блог, но мы уже рисовали очень много женского, рисовали детское. Обязательно посмотрите, я думаю, что вы найдете то, что вам нужно порисовать. Если нет, пишите, я вам покажу, как это делается. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока.